Всем привет дорогие друзья, и сегодняшний наш обзор будет посвящен одному гаджету, который сможет не только включать подключенные в него приборы, но и производить энергомониторинг. Все это называется умная розетка экосистемы умного доя Tuer Smart или Smart Life, работает к протоколу Wi-Fi, а значит может быть установлен в любом доме, нет необходимости докупать Zigbee шлюз, понадобится только Wi-Fi роутер. Поставляется в умная розетка вот такой вот разноцветной катонной коробки. На одной из граней схематически отмечены важные моментовые розетки, такие как расположение кнопки включения и выключения, куда подключать провода и даже указали стадиот индикации не забыли. На другой из граней описание технических характеристов. У продавцов есть две версии розетки с максимальным током 10 или 16 А, по цене отличается не сильно, поэтому рекомендую брать розетку помощнее. Внутри у нас расположилась сама розетка, инструкция по применению и лим для крепежа пластиковой накладки. Инструкция довольно понятная и простая, все на английском языке. Там же есть QR-код для скачанного приложения SmartLife на свой смартфан. Вин как винт, только длинный. Сама розетка практически ничем не отличается от обычных своих неумных собратьев, разве что немного выступает передняя часть, да и кнопочек на нормальных розетках обычно не бывает. В честь производителя розетку снабдили защитой от детей, только догадливый ребенок сможет засунуть туда гвоздик. Также не забыли о заземлении. Металлическое пластинокрепление тоже сделано на совесть, не фольга как у некоторых. Толщина составляет 1 мм. Удивительно, китайский производитель не поскупился. Для монтажа потребуется стандартный для нас круглый подрозетник. Тут же видим название модели SP12, максимальная подключенная мощность должна быть не выше 3680 Вт. Тут же находится контактная группа для подключения 15 до питания 220 Вольт, куда какой подключать провод производитель также отметил. Размеры розетки составляют 79,4 мм, выступает над стеной 24 мм, диаметр 49,6 мм и общая глубина 35 мм. При подключении светодиод моргает синим цветом. Это означает, что наша розетка готова к подключению к Smart Life приложению. Если включить розетку, то светодиод будет гореть красным светом. При выключенном, при этом подключенной к Wi-Fi сети, гореть будет синим цветом, если подключения к сети Wi-Fi нет, то индикатора в выключенном состоянии гореть не будет. Отключать или включать электреборы, подключенные в розетку можно не только с помощью мобильного приложения, а также с помощью кнопки. Одно нажатие включения, повторное выключение. Разъединяем две части, для этого немного поддеваем пластиковые ушки на нашей крышке. Далее откручиваем плату с кнопкой включения и выкручиваем четыре болтика по периметру платы. Вытаскиваем внутренности из нашей розетки и все в принципе выполнено вот так вот, достаточно компактно. Но от флюса на вот эти дорожки я бы все-таки добавил. Так в принципе пайка аккуратная, никаких у меня больше замечаний нету. Мозги нашего устройства это у нас вот находится TYW2W2S, достаточно популярный Wi-Fi модуль умного дома. За отключение отвечает вот это реле на 16 А, маркировку которого, к сожалению, я никак не вижу, не выпаив его, а выпаивать окровенно не хочу. Для подключения розетки к смартфону необходимо скачать и установить приложение TUYA Smart или SLIME SmartLine. После этого перевести розетку в режим сопряжения. Для этого удерживаем кнопку включения и выключения на розетке, пока индикатор не станет моргать синим цветом. После этого жмем на синий плюсик в верхней части приложения и выбираем любую розетку с Wi-Fi подключением. Следуя инструкциям добавим наше устройство в систему умного дома. Можно переименовать розетку по своему усмотрению, у меня это будет бойлер. В отличии от накладных розеток, переходников управлять включением, выключением из главного меню программы возможности нет. Перейдя внутрь плагина сразу же видим текущий статус устройства, выключено или включено. При этом при ручном так сказать физическом изменении статуса, нажатием на кнопку розетку, статус приложения также изменяется. Как и для большинства подобных устройств можно создавать различные таймеры работы и это по сути основное их предназначение. Допустим у меня бойлер и мне выгодно его нагревать по ночному тарифу. Для этого я ставлю в 23.01 включать розетку с бойлером а в 6.50 выключать. Это я повторю с понедельника по пятницу. Также можно поставить галочку пуш уведомлений на смартфон о включении и выключении розетки. Получилась вот такая вот схема работы розетки. Также можно создать таймер обратного отсчета. После которого розетка поменяет свой статус, т.е. если была включена выключится и наоборот, при этом на главном экране будет информация об оставшуюся времени до смены статуса. Но самое так сказать вкусное в плане мониторинга умного дома это же конечно же просмотр напряжения и нагрузки. И не только в реальном времени, но и сохранение статистики по дням и месяцам. Это очень удобно для понимания и контроля своих расходов. Подключим наше тестовое устройство. Как видим мощность составляет 40 Ватт, ток 180 мА, текущий вольтаж 224 и всего с момента розетки было потрачено 0 кВт-ч. Я покажу подобное от моей розетки, в которую подключен электромобиль. Тут мы видим, что сегодня я потребил 7,2 кВт, за сентябрь 274 кВт и потребление по дням в среднем 8-10 кВт. К слову, это идет на заправку автомобиля после 40 км ежедневного пробега. Стоимость я думаю каждый посчитает сам. Статистика хранится не только за год, как видим, у меня есть статистика и за прошлые года. Затем в настройке можно посмотреть всю информацию об устройстве, включить или выключить уведомления, если устройство не будет подключено к сети интернет, а также создать группу с подобными устройствами для одновременного управления или сценариев автоматизации. Кроме этого мы можем поделиться и предоставить доступ к устройству другим членам семьи. Хотя я откровенно не знаю, зачем это делать, если им на смартфон можно просто поставить то же приложение Smart Life и всем зайти под одним аккаунтом. Обновлений на момент создания обзора не было, версия прошивки 1.1.7. Что касается автоматизации, то сценарием полным полно. Хватило бы фантазии. По сути мне нужна была только одна автоматизация по времени и я ее сделал внутри плагина розетки. Но можно сделать автоматизацию по смене показаний с любого датчика или даже по заходу или восходу или силу ветра даже в вашем городе. Допустим сделаем такое, если влажность ниже 40, включим увлажнитель, который установлен в розетку. В самой автоматизации наша розетка предлагает такие варианты, включение или выключение, а также реверсное включение, установку таймера обратного отсчета, а также довольно странную автоматизацию, в которую просто можно добавить до 50 тысяч ватт в разделе энергомониторинга. Странный параметр, если кто-то понял зачем он, напишите в комментариях, я откровенно затрудняюсь даже придумать где его можно применить. Получилась такая автоматизация, влажность ниже 40, розетка включилась. Можно поставить, что когда выше 60 процентов, розетка включится. Кстати, варианты своих автоматизаций скидывайте в комментариях, думаю многим будет интересно. Внимание, перед установкой обязательно обесточьте линию, с которой производятся работы. С монтажом справится любой, кто хоть раз держал отвертку в руках, а кто не держал, как раз есть повод. Демонтируем старую розетку, откручиваем саморезы из-под розетника, откручиваем провода от клемм. Прикручиваем провода клеммом, а саморезами прикручиваем саму розетку к подрозетнику. После этого банально защелкиваем нашу верхнюю часть и закручиваем ее с помощью винта. В целом, за свои деньги вполне годное решение для автоматизации больших нагрузок. Как бы кто ни говорил, подключать более 3 кВт через розетку переходник мне не сильно хочется, хотя электромобиль как раз подключен через такую розетку и сделано, и в момент зарядки при нее протекает ток до 16 ампер, и ничего с ней не происходит. Но сделано только из-за того, что нет возможности поставить именно розетку, а не переходник. Для дома я все же рекомендую делать вот такие розетки. Качества исполнения у меня никаких вопросов вообще нет, все на высшем уровне, даже металла не пожалели, что бывает достаточно редко. Минус для меня скорее всего только один, я стараюсь это технология Wi-Fi, так как свой ум и дом я пытаюсь строить именно на ZigBee протоколе, но с другой стороны это и плюс, ведь нет необходимости в покупку дополнительного роутера, купил один раз, настроил один раз, включил и забыл про нее. К покупке могу рекомендовать. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пожалуйста это важно для меня. И также не прошу не забывать по телеграм-каналу, где вы найдете не только скидки, купоны, акции, но также различные новинки из системы на умного и не очень дома. Всем всего хорошего, пока, пока.